Это первый муниципальный сад в микрорайоне Дивизионный. Сейчас наружные работы практически закончены, осталось только кое-где доработать кровлю. Во всю идут внутренние работы, готовность объекта 74%. В Дивизионном уже есть небольшой ведомственный сад на 134 места. Однако этого мало. Сейчас путевки ждут 374 ребенка. Очередь существенно сократится после открытия нового дошкольного учреждения. Его строят в рамках нацпроекта «Демография». Проект типовой, из реестра экономически эффективной проектной документации на детский сад на 280 мест, 14 групп. Из них первые этажи группы, все будут заниматься ясельной группой. Здание двухэтажное, внутри будут игровые, раздевалки, спальни, музыкальные и физкультурные залы, пищеблок и кабинет логопеда. Уже штукатурят стены. Температурный режим сейчас позволяет? Да, позволяет. Мы специально нагоняли, когда было еще прохладно, нагоняли температуру, вулканы ставили. Сейчас, в принципе, уже позволяет. Сейчас, наоборот, надо, чтобы вулканы уходили. Да, да, да. Совершенно верно. Подключить сад к центральной теплосети не получилось. Мы приняли решение построить котельную. Но так как мы сейчас работаем по чистому воздуху над нашим городом, мы приняли решение, что никакой угольной котельной здесь не будет. Здесь будет поставлена газодизельная котельная, почти 1 мегаватт, 0,9 мегаватта, которая как раз-таки сможет обеспечить полностью теплом на весь отопительный сезон. И этот детский садик, и в случае необходимости подключать еще наши дополнительные центры. И это еще не все препятствия, с которыми пришлось столкнуться при строительстве. Сразу видно, что бросается в глаза, что здесь очень сложный рельеф. Для того, чтобы построить данный объект, пришлось сделать большие объемы земляных работ. При этом необходимо было построить подпорные стенки, удерживающие грунты со всех сторон по периметру. После чего, когда сделали планировку, посадили объект, начали строить объект. Подумали и о прилегающей территории. 5 миллионов выделили на подъездные пути и тротуары. Хотя срок сдачи объекта 1 декабря, подрядчик планирует закончить работу уже в сентябре. Дальше около двух с половиной месяцев понадобится на получение лицензии. То есть, сразу после Нового года дети смогут пойти в сад. Ася Касьянова, Сергей Медведев, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok